Слушай, мы ушли в бизнес-уклон, и тут есть вопросы по бизнесу. Давайте я сразу их задам. Так, условно, конечно. Кто ты по образованию? Моделишь-дизайнер, я уже сказала. Как ты без медицинского образования лечишь людей, ты же не врач? Я не лечу людей, я помогаю восстановить здоровье. То есть это очень важный момент, то что я не врач. Я не могу человека... Когда ко мне обращаются, то есть я очень часто получаю письма, что помогите, вы моя последняя надежда. То есть я консультирую людей, помогаю им подобрать комплексы, которые эффективны, притомлены на другом состоянии. И когда мне пишут, что вот помогите, вылечите меня, я говорю, я не могу вас вылечить, я не врач. Я могу помочь вам восстановить ваше здоровье. То есть это прям кардинально разные вещи. Абсолютно. Врачи лечат, а люди некоторые исцеляют. Ну нет, восстановление здоровья. Я думаю, что половина врачей скажет, так, 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 как-то нас неправильно поняли. Ну, здесь реально просто, когда человеку приходят с больной печенью, да, врач начинает, что лечить печень. Ну, для начала он диагноз ставит, что лечить конкретно, а потом уже начинает, ну, анализы, диагнозы, потом погнали. Да, а почему эта печень заболела? Редко связывается. То есть человек ко мне… Ну, ты сейчас хочешь куда-то уйти в психосоматику, или что, значит, редко связывается? Как это врачи… Смотри, есть психосоматика, есть причинно-следственная связь. То есть надо понять… Ну, это же почти одно и то же. Ну, почти. Психосоматика на фоне причины идёт. Причинно-следственная связь, я имею в виду, что этот орган страстает, потому что изначально страдает вот этот орган, то есть взаимосвязь органов. Какой-то другой орган? Да. А ты это как, угадываешь? Нет, я изучала, я начинала изучение с тибетской медицины, и там есть как раз-таки вот это вот усин, пять первоэлементов, где вот эти вот пять органов взаимосвязи, там есть круг исцеления, там… А, звезда, кажется, разрушение, и круг исцеления. Исцеление, да. То есть когда страдает, начинает болеть один орган, он тут же начинает зацеплять второй, третий, четвёртый, и уже когда вот там последний орган, человек… То есть к нам бывают консультации, когда человек приходит и говорит там, вот у меня болит это. Я говорю, хорошо, распишите, пожалуйста, полностью своё состояние здоровья. Я говорю, ну как бы начинать будем не с этого, а вот с этого. Почему? Я говорю, потому что когда мы вот наладим здоровье этого органа, у нас тут же наладится это, это, это. Короче, первый больной орган подсасывает жизненную силу из другого, который страдает сильнее и сейчас болит. Да, да, да. По жизненно важным функциям надо отдавать всё тому первому, потому что он более главный. Спасибо.